Подполковник в Лидии избивал солдат за некачественную работу на собственной даче в Бобруйский дефицит работников почты. Клоуны и клоунессы по приказу Министерства культуры поддержали флешмоб НАДО, а активистку Нину Богинскую будут судить за плакат. Это и многое другое вы узнаете в сегодняшнем выпуске. Добрый вечер, дорогие зрители и подписчики нашего канала. Сегодня, как и всегда, мы с вами поговорим о самом главном. Не забывайте про подписку, лайк и комментарий, если для вас это безопасно. Ну а мы начинаем. Ну а начнем мы, пожалуй, с новости о том, что подполковник в Лидии избивал солдат за некачественную работу на собственной даче. Как стало известно с июня 2021 по октябрь 2023, так называемый офицер привлекал военнослужащих-срочников к выполнению ремонтно-строительных и уборочных работ на территории собственной дачи. Также солдаты занимались подготовкой к покраске его личного автомобиля. А вот за некачественное выполнение работ офицер их избивал. Об этом утверждает следствие. Сам он признает, что военные у него работали, но отрицает насилие. В то же время лидские пропагандисты сообщают, что в итоге офицер осужден за неуставные отношения, признан виновным в превышении власти, сопряженным с насилием. В так называемом суде было озвучено, что подполковник служил в одной из воинских частей в должности начальника физической подготовки и спорта. Собственно, его дело рассматривал местный суд и назначил 4 года колонии, а также штраф в размере 12 тысяч белорусских рублей. Работников почты осталось на 2-3 дня. В Бобруйске жильцы одного из районов города возмутились, когда их оставили без почтового отделения. Режимные чиновники, не теряя времени, выдвинули свое видение ситуации и решения проблемы и предложили людям, в основном преклонного возраста, ездить в другие отделения города для оплаты, например, коммуналки и получения пенсий. При этом банкоматов в радиусе 1-2 километров просто нет. Местные жильцы уже успели провести собрание, однако оно пока не принесло никакого решения проблемы. А как у вас обстоят дела с почтальонами? Обязательно пишите в комментариях. Клоуны и клоунессы по приказу Министерства культуры поддержали флешмоб под названием «Надо». Я думаю, все вы уже успели увидеть прекрасный челлендж от усатого со словом «Надо», когда режимные подстилки кричат о том, что нелегитимному надо идти на выборы, хотя уговаривать-то и не приходится. Так в стороне не осталось и трупа молодежного театра эстрады. Там актеры нарядились в клоунские наряды и на камеру прокричали «Надо!». Если вот сторонники мои скажут, что это «Надо!» «Надо! Ребята, надо!» «Надо!» Очевидно, запись сделана по приказу вышестоящего руководства, а сам ролик появился в телеграм-канале Министерства культуры Беларуси. Очевидно, что флешмоб был запланирован как часть предвыборной кампании Лукашенко и должна была как бы упрашивать пойти несменяемого недопрезидента на новый срок. Но что-то пошло не так. Под Лепелем открыли военный класс по управлению дронами. Как стало известно, обучение будет проходить прямо на территории воинской части в деревне Заслонного Лепельского района. Соответствующий класс по дронрейсингу открыли по инициативе так называемого Министерства обороны. Ну и напоследок активистку Нину Богинскую будут судить за плакат. Об этом сообщает Белсат. По информации телеканала, вечером 19 октября Нина Богинская вышла на улицу Козлова в Минске с плакатом БНФ. Именно в этот день, 36 лет назад, был создан оргкомитет партии. Богинская собиралась дойти до здания, где много лет располагался офис БНФ, но по дороге ее задержали и отвезли в советское РУВД. Там ей надели наручники и продержали 3 часа и отпустили около 22.00. Как итог, Богинская отказалась читать и подписывать протокол. На данный момент дата суда пока неизвестна. Ну что ж, на этом наши новости подходят к концу. Более подробную информацию вы всегда можете найти у нас в Телеграм-канале. Не забывайте про подписку, лайк и комментарии, если для вас это безопасно. Слава Украине! Живее Беларусь! Слава Украине!